МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. В эти выходные на перекрестке Дзержинского-Степана Разина не смогли разъехаться две лады, Гранта и Приора. По информации сотрудников ГАИ, мужчина на Гранте двигался со стороны Барковской, а молодой парень на Приоре со стороны Ворошилова. На перекрестке водитель Гранты стал поворачивать на улицу Ботаническую. При этом он не уступил дорогу автомобилю, который имел преимущество в движении. На скорости Приора врезалась в пассажирскую сторону Гранты. После столкновения автомобиль предполагаемого виновника ДТП врезался в дорожное ограждение, а машина оказалась за пределами проезжей части. К месту ЧП были направлены спецслужбы. Прибывшие медицинские работники осмотрели участников аварии. Госпитализация потребовалась женщине-пассажирке из Гранты и водителю Приоры. В настоящее время в отношении виновника ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. На улице Спортивной во время движения загорелся автомобиль Лада Гранта. Как рассказал владелец авто, он двигался со стороны Степана Разина в направлении Юбилейной. В какой-то момент мужчина почувствовал хлопок под сидением, и водитель сразу же нажал на тормоз, припарковал свой автомобиль на обочине. За считанные секунды весь моторный отсек Лады охватило пламя. На помощь Тольяттинцу подоспели очевидцы, но, к сожалению, самостоятельно потушить огонь людям не удалось. Прибывший пожарный огонь потушили, но моторный отсек и салон машины выгорели полностью. В причинах возгорания будут разбираться сотрудники отдела дознания. 19 февраля на улице Громова в ДТП пострадали 4 человека. Как стало известно, водитель маршрутного такси путеследования потерял сознание, в результате чего допустил наезд на опору моста. Вместо аварии в карете скорой помощи в больницу были доставлены 4 человека, водитель и 3 пассажира. В седьмом квартале произошло ЧП. В воскресенье огнеборцы работали по адресу Степана Разина, 48. По предварительной информации, в квартире на восьмом этаже произошло возгорание кондиционера. К счастью, никто из людей не пострадал. В причинах пожара разбирался дознаватель. В редакцию программы «Патруль Тольятти» обратилась женщина, гражданский муж, который погиб в ДТП в 2022 году. Напомним, тогда на Хрящевском шоссе в результате столкновения между БМВ и Ладой один человек скончался и трое оказались в больнице. 28 июля 2022 года было происшествие на Хрящевском шоссе, 21-й километр ДТП. Погиб мой гражданский муж, отец моих детей. У меня четверо детей, один несовершеннолетний, один несовершеннолетний умер в 2013 году. Подали в суд. Прошло несколько судебных заседаний, но пострадавшую сторону не удовлетворило решение суда. Мы не остановимся, мы пойдем дальше и будем до конца добиваться своего, потому что это несправедливо. Потерпевшая сторона собирается обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...